В Москве и Петербурге на карантине чуть более 300 школ, еще 300 в целом по стране готовы закрыться, сообщил сегодня министр образования. Продолжать занятия, когда в классах единицы здоровых учеников просто нет смысла. Вместе с тем, как эпидемия гриппа шагает по регионам, растет и число смертельных случаев. В этом году, еще раз предупреждают врачи, крайне опасны именно осложнения после вируса. Если с простудой большинство из нас знает, как справляться, то распознать симптомы, когда уже нужны особые меры и лекарства, могут только специалисты. Как не болеть и как лечиться, расскажет наш медицинский обозреватель Юлия Онищенко. Все болеют, все мои знакомые практически заболели. Грипп не пройдет. Активная борьба с вирусом набирает обороты. Вслед за больницами и школами, которые уже закрыты на карантин в ряде регионов, столичные поликлиники перешли на усиленный режим работы. Врача на дом теперь можно вызвать до 9 часов вечера. И даже в московском метро озаботились борьбой с гриппом. Все поезда теперь проходят дезинфекцию. Мы проводим химическую обработку для того, чтобы пассажиры не могли подцепить, так сказать, вирус гриппа. Также у нас проводится кварцевание вагонов. Каждые 4 часа состав заходит в ДПО и проходит кварцевание. Впрочем, и сами россияне крайне ответственно в этом году отнеслись к своему здоровью. На улицах все чаще встречаются люди в масках. Ажиотаж возрос настолько, что за несколько дней в крупных городах раскупили весь запас противовирусных лекарств и одноразовых масок. Масочек уже давно нету. И на фирме нету уже. Шейте сами, там жена пускай кашлёт. Зато она будет у вас с утра до вечера. Но маску надо менять каждые 2 часа. Хотя и это не стопроцентная защита. Поэтому носить ее лучше уже больным людям, чтобы не заражать здоровых. Что же касается, одевать маску или нет, когда вы едете на работу общественным транспортом, ну, строгого такого, как бы рекомендуется такой нет. Лучше наблюдать, кто с вами стоит рядом и как-то стерегаться. Но маска – это хорошо. Из года в год вирус меняется. Но даже для такой опасной формы, как H1, N1, меры профилактики остаются одни и те же. Если же у вас нет острой необходимости выходить в людные места, в публичные места, пользоваться общественным транспортом, вот в этот период времени, еще ближайшие несколько недель, лучше этого избегать. И самое главное – это здоровый образ жизни. При встрече никаких объятий и рукопожатий. Используйте кредитную карточку вместо живых денег. Как известно, бумажные купюры – отличный рассадник инфекции. Ведь именно через руки вирус попадает на слезистую рта, носа и глаз. Надо руки постоянно мыть, особенно когда ты здороваешься с людьми, особенно когда посещаешь места общественного пользования. И следить за тем, чтобы в процессе обычного какого-то жизнедеятельности руки не попадали к лицу, не попадали в лоз, не попадали в рот. То есть не почесаться, что называется, не потереть. Надо понимать, что руки грязные. И вообще руки к лицу просто лучше не подносить. Медики уверены, хороший способ профилактики – это увлажнение носа. Если слизистая пересыхает, местный иммунитет перестает работать. Солевой раствор вы можете приготовить как в домашних условиях, так и на работе. Чайную ложку соли на литр кипяченой воды. Раствор заливайте в любой флакон из-под спрея и используйте. Чем чаще, тем лучше. Но если все-таки заболели, немедленно обращайтесь к врачу. Только он назначит правильное лечение. Ведь бесконтрольное применение лекарств может привести к тяжелым последствиям.